Порадовать посетителей многофункционального коммунитарного центра реконоштинца города Басарабяска в Международный день инвалидов взялось руководство данного учреждения. Здесь для людей с ограниченными возможностями была организована культурная программа. Юные актёры показали сценку о том, как в обществе относятся к инвалидам. Ну, что у вас за проблема? А что, наша проблема не налицо? Доктор, что вы там ищете? Мы здесь. Женщина, не мешайте. Не видите? Я пытаюсь определить правильный диагноз. Нам его установили сразу после рождения. Тогда зачем вы здесь? А разве мы не должны ежегодно обследоваться? И что он даст обследование? Маша, ваш сын инвалид с детства. Вы думаете, что случится чудо? Начальник управления соцобеспечения заметил, что проводить мероприятия для людей с ограниченными возможностями важно. Во-первых, чтобы доставить им радость. Во-вторых, чтобы обратить внимание общества на проблемы этой категории граждан. Как только слышат, что они валют, на работу не берут. Подъездные пути. Мы же знаем. В райсовете, в поликлинике, в остальных местах, в всех общественных местах нету бандусов. Даже элементарные. Даже помощь, нужно перейти дорогу, уступить дорогу, или уступить место, или даже какое-то милосердие оказывать. Вот к чему приурочен этот день внимания к инвалидам. Присутствовавшие на мероприятии руководители районной и городской администрации отметили, что их долг во всем оказывать помощь нуждающимся. Я хочу сказать от имени районного совета, что мы будем всегда рядом с вами. И когда вам плохо, и когда вам хорошо. Вы те люди, которые больше всего нуждаетесь в поддержке и помощи. Поэтому еще раз я хочу вас поздравить всех. И всегда, чтобы на вашем лице была улыбка. Это в первую очередь. Тогда и нам всем будет радостно жить. Я думаю, что мы всегда будем рядом с вами. И при необходимости вам будем помогать. Потому что вам действительно будет тяжело. Особенно в зимние периоды. Вам сложнее всех приходится. Вы в холоде. Не знаете, что заплатить в первую очередь. Покушать или заплатить услуги. По словам людей с ограниченными возможностями в жизни, они попадают в различные сложные ситуации. Поэтому знаки внимания со стороны представителей власти очень ценят. Спасибо Примарии, спасибо районному совету, а также директору нашего центра и вообще коллективу этого центра, которые всегда отзывчивы, всегда доброжелательны. Такие праздники, я считаю, что нужны, чтобы люди знали, что о них помнят, что о них не забывают, что о них заботятся. Это хорошее мероприятие, чтобы люди встречались почаще, чтобы знакомились, чтобы могли излить душу перед другими. И вообще-то, вы знаете, я бы хотела даже прочитать свой стих. Жизнь у нас одна едина, и она неповторима. И поэтому всегда ты себя любить должна. И своих детей, и внуков, и до правнуков дожить. А здоровье береги, и успех свой удержи. А удачу ведь, друзья, нам терять никак нельзя, в нашей жизни скоротечной. Ведь она не бесконечна. Вот и радость эта ей в суете обычных дней. К посетителям центра обратилась и его директор Валентина Николаева. Я вам благодарна, что вы у нас есть. Вы знаете, что мы никогда вам ни в чем не отказываем. Мы всегда хорошо, я так думаю, что раз нету жалоб, всегда пытаемся хорошо вас принять, обслужить. И мы очень пытаемся, стараемся для того, чтобы вы ни в чем не нуждались. По крайней мере, то, что мы можем. По случаю праздника перед собравшимися выступил ансамбль «Радуга». «Расцвела под окошком белоснежная вишня, и заткнущей далекой показалась луна. Все подружки-папара, тише не разогрелися, только я в этот вечер засиделась одна». «Давай, дружок, на пассажок, за нас, за всех, за всех, за нас. Пусть будет всем нам хорошо, и в добрый час, и в добрый час». Такое же мероприятие было организовано и в Садоклийском многофункциональном центре «Спиранца». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова